Очень хорошо, что вы нашли это видео по лечению дисбактериоза кишечника По большому счету не существенно основная причина, по которой он развился То ли это был курс антибиотиков, который вам назначил врач Или вы самостоятельно пропили антибиотики, может какие-то препараты, лекарственные травы Они кстати тоже действуют не только хорошо, но и плохо на микрофлору кишечника А может быть вы испытывали свой организм различными системами питания, диетами Сегодня это модно, может подвержены стрессам Не существенно по какой причине нарушилась микрофлора кишечника С тем, что появляется вздутие живота, урчание, отходят газы с запахами или без Может быть неприятный запах изо рта идет Нарушилось общее самочувствие, настроение периодически меняется Оловные боли, боли в суставах, склонность по носу либо к запору, снизился иммунитет Это все следствие того, что вы не знаете, как правильно поддерживать микрофлору кишечника И многим понравится Правильно используя рекомендации этого видео Вы не только не будете вкладывать ни копейки в свое лечение Больше того, я научу вас как экономить примерно 25% денег, которые вы сегодня вкладываете в продукты питания Которые попадая в вашу пищеварительную систему В первую очередь используются патогенными бактериями Которые выдают вам вместо этого порцию токсинов И сокращают продолжительность вашей жизни примерно на треть Такое видео есть на моем канале, кто хочет подробнее просмотреть Найдите дисбактериоз кишечника или минус 30% жизни Тем, кому нравится экономить на питании 25% И жить на процентов 30 дольше Не забудьте поставить лайк на это видео А просмотрев его до конца Вы узнаете 4 стадии дисбактериоза кишечника Как они проявляются и что делать Также вы узнаете, как пролечить дисбактериоз в домашних условиях Ну и в случае тяжелого варианта, когда запущенная проблема Комплексное лечение дисбактериоза кишечника Итак, первая стадия дисбактериоза кишечника Она появляется у тех, у кого отсутствует правильный режим питания Сбалансированный рацион питания Но не нарушает активное состояние здоровья Поэтому человек чувствует себя в принципе здоровым, чувствует хорошо И не считает, что ему нужно лечиться Вы знаете, просмотрите, найдите на моем канале видео Консультации врача-диетолога Посмотрите рекомендации по правильному питанию, которые есть там И сравните с тем, что делаете вы Если у вас что-то серьезно отличается Возможно у вас присутствует первая стадия дисбактериоза Скрытый дисбактериоз А это очень серьезный фундамент Для многих болезней Которые, к сожалению, не связывают с системой питания Хотя сложно мне назвать орган, систему или клетку Которые не получают полноценного питания И не способны удалять свои токсины или шлаки жизнедеятельности Или конечные продукты жизнедеятельности И будут работать хорошо Знаете, это утопия Влейте в машину паленый бензин Заткните ей выхлопную трубу И радуйтесь Наслаждайтесь, катаясь на этом автомобиле Я думаю, что долго вы так не проездите Первая стадия дисбактериоза Это фундамент И, к сожалению, многие этот фундамент игнорируют Вторая стадия дисбактериоза Это на этом фоне развивается Эзофагит Гастрит Гастрододонит Эрозидный гастрододонит Язвенная болезнь желудка Двеносиперстной кишки Энтерит Энтероколит Калит Неспецифический язвенный калит То есть это признаки, которые показывают Что ваша пищеварительная система Уже реагирует На выделение бактерий, которые в ней живут Они неизменно живут Вы их там подкармливаете И они вам выдают слишком много токсинов Как правило, на этом фоне уже есть запор Липопонос И я вам настоятельно советую Все-таки, если у вас есть эти признаки В состоянии ремиссии Эти заболевания Посмотрите видео Консультация врача-диетолога Возможно, вам понадобится анализ Копрограмма Сделайте, не поленитесь Там не только показаны будут Особенности работы вашей пищеварительной системы Но и фактически руководство действует Что делать? Потому что это очень важно знать Понимать и регулярно выполнять Третья стадия дисбактериоза кишечника Это когда к вышеперечисленному Вы уже знаете, что у вас есть хронический панкреатит Холецистан, яхолит, холецистит Гепатит, жировой гепатоз Театогепатит То есть пострадали Система вышла дальше Проблема вышла дальше Она уже не только связана с пищеварительной трубкой О чем говорит вторая стадия дисбактериоза кишечника Но и с большими пищеварительными железами И автоматически Еще дальше, еще глубже Нарушается работа системы пищеварения И вам уже Кроме программы Хорошо бы сделать Кал на дисбактериоз В таком случае Вы фактически Ну уже Должны оценивать состояние микрофлоры кишечника Если вы этого не делали Я просто не знаю На какой стадии дисбактериоза вы находитесь Поэтому должен рассказать О всех четырех В этом случае Конечно же Нарушается работа печени И кроме видео Консультации Врача-диетолога Я бы вам советовал Уже немножко Больше информации получить 40 минут видео Или 200 страниц книги о печени Все-таки тут значительно больше информации Как правильно питаться Как поддерживать работу печени И связанной с ней Работу поджелудочной железы Для того, чтобы Ну и с третьей стадии дисбактериоза Тоже самостоятельно выйти Четвертая стадия дисбактериоза Это когда падает иммунитет На всех других слизистых оболочках Ну что вы понимаете 70% бактерий Находится в кишечнике Остальные 30% Распределены по другим Органами системы Вторая по площади Система барьерных органов Это дыхательная система Именно в нее Из кишечника Попадая в кровь Токсины Должны фильтроваться в печени Если печень слабая Как вы понимаете Токсины проходят дальше И первыми реализируют Органы дыхания А будет это У деток Назофарингит Ринит Танзелит Воспаляются Аденоиды Будет это Трахеид Бронхит Трахеобронхит Пневмония Несущественно Какой уровень проблемы Вы пропустили В своем организме Как правило Это одно из проявлений Третьей стадии Четвертой стадии Из бактериоза Со стороны Мочеполовой системы Тоже Это же тоже система Удаления токсинов Почки Выделяют токсины И вначале Там может образовываться Песочек Вам ставят солевой диатез Потом песочек идет Добросовестно В мочекаменную болезнь На этом фоне Развивается Вначале Цистопиелит Потом Пилонефрит Пилонефрит Напомню Это номер один По почной недостаточности А при Периодическом удалении Песка Шлаков Через Систему Выделения Вторая по мощности Это почки И связанные С ней Выводящие пути Ниже Они все Взаимосвязаны Поэтому периодически Обостряются Цистит У уитрит У мужчин Простатит У женщин Параллельная система Работает Матка Эрозия шейки Матки Какие-то выделения Идут непонятные Это связано С этой системой Позже Реагируют Еще один Барьерный орган Маленький Всего полтора Два квадратных метров Это кожа На коже Могут различные Дерматиты Возникать Экзема Нейродермит Атопический Дерматит Может развиваться Аутоиммунный Процесс Под названием Цариаз Неважно Какая система Показывает Наличие Токсинов Которые Вышли Из пищеварительной Системы Вы конечно Можете Посеять Микроорганизмов И на этих Системах Проверить Кто реально Здесь у вас Живет Но пока Вы не вылечите Дисбактериоз Кишечника Знаете Ваш Организм Будет топтаться На месте Потому что Основа Костер Горит Кишечника Не справляется С ним Фильтр Печень Именно Поэтому Появилась Четвертая Стадия Дисбактериоза Во всех Ее Многочисленных Проявлениях А почему Не развивается Классически Вначале Так Потом Так Потом Следующая Система Потому что Сила Различных Органов У каждого Она различна У кого-то Раньше Реидирует Кожа У кого-то Раньше Реидируют Почки Мочеполовая Система Бронки Слабые Органы Показывают Слабые Места В вашем Организме А Дисбактериоз Показывает Что вам Нужно Лечить И Лечение Дисбактериоза В домашних Условиях Просмотрите Все-таки Мое Видео Консультация Врача Диетолога Но Что вам Важно Понимать Если У вас Идут Газы Из Кишечника Запахом Вы Должны Понимать Что Там И Белки И Вам Нужно Понимать Вы Должны Это Самостоятельно Регулировать Если У вас Газы Идут Без Запаха Скорее Всего Что У вас Плохо Усваиваются Углеводы Идет Брожение Углеводов При брожении Запах Практически Отсутствует И Вы Должны Регулировать Углеводную Пищу Там Тоже Это Есть Если У вас Кал Прилипает К унитазу Это Газ Дисбанкреатизм И Вашем Неправильно Усваиваются Жиры То есть Желчный Пузырь При наличии Исходной Дискинезии Желчного Пузыря И Поджелудочное В виде Панкреатита Не успевают Своевременно Одновременно Синхронно Сбросить Свои Секреты Жир Не усваивается Ладно Кал Прилипает К унитазу Это Было бы Мелочь Но Параллельно У вас Не усваиваются Витамин А Витамин Е Витамин Д Жирорастворимые Фракции Витамина К Витамина П Ну Жиры Это собственно Витамин Ф То есть Масса Витаминов Очень важных Для вашего здоровья Просто полноценно Не усваивается Что такое Витамина Многие считают Зрение Да Но это еще Иммунитет А сейчас У нас сезон Гриппа и простуд Ну собственно Вирусные инфекции Есть круглый год Вопрос Когда иммунитет Упадет Тогда вирусная Инфекция Это и проявляется А витамина Это еще и кардиология Это профилактика Онкологических заболеваний Витамин Е Это кардиология Онкология Заодно и половая система Ну витамин Д Знают наверное Даже школьники Это усвоение кальция Это Первично Развиваются Какие-то проблемы С суставами С костями Да Обменно-дистрофические Заболевания суставов На этом фоне Легко и просто возникают Остеопороза развивается Кариес легко развивается Но витамин Д Это еще и мощный Иммуномодулятор Именно от витамина Д Зависит Обмен веществ В иммунной системе И ответ Вашего организма На любую инфекцию На любую интоксикацию И вы должны Это правильно понимать Поэтому Если вы Можете самостоятельно Все это решить Не вопрос Информацию вам дал Вы можете Спокойно просмотреть То видео И выполнять Те рекомендации Которые там есть Если у вас Более сложный случай Возможно Вам нужно Комплексное лечение Дисбактериоза кишечника Их Можно Устранять Патогенные бактерии Как препаратами Так и лекарственными травами Если вы Используете Первый путь Препараты Как правило Это заместительная терапия Да Вам нужны Пробиотики Эубиотики Вам нужны Ферментные препараты Да При хроническом панкреатите Вас По жизненному Подсадить На ферментные препараты Для того Чтобы Хоть как-то Улучшить Пищеварительную систему Принимать Какие-то Желчегонные Сорбенты Все это здорово Но Заместительная терапия Никогда Вашу Пищеварительную систему Не улучшит Она ее На время Заместит И постепенное Снижение Потребует Вас Постоянного приема Этих препаратов Я предлагаю Совершенно Другой путь Тренировку Вашей Пищеварительной системы Но Адекватную Тренировку Не экстремальную А постепенное Обучение Вашего Пищеварительного аппарата Работает Так как он работал Раньше А когда Пищеварительная система Работает Оптимально И хорошо Пища Для патогенных Бактерий Тоже Куда-то девается Они не могут Размножаться И не на чем Размножаться И вот здесь На мой взгляд Более правильный выход Из бактериоза Кишечника Нет Сохранения Ситуации По жизни Но А решение Ситуации Для того Чтобы Поднять Ваш иммунитет Улучшить Вашу Пищеварительную Семь Чтобы она Работала На вас Кстати Параллельно Можно удалить Листов паразитов Если давно Вы этого Не делали Потому что Они Очень часто Паразитируя В пищеварительной Семь Маскируются За проявление Дисбактериоза Кишечника Вы 200 лет Будете лечить Проявление Дисбактериоза Кишечника Пока не удалите Листов и паразитов В это видео То ли лечиться Травами То ли лечиться Препаратами То ли лечиться Яблоками Чесноком Лечиться Я это видео Буду заканчивать С привычными Подписчиками Моего канала Словами Крепкого вам здоровья И разумного К нему отношения И подумаю Что еще написать На эту тему Пока вы Надеюсь Не забыли Поставить лайк На это видео И поделиться Со своими друзьями По соцсетям До новых встреч На моем канале Субтитры сделал DimaTorzok